Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. С праздником, дорогие отцы, братья и сестры, со встретением Господним. Сегодня мы вспоминаем евангельское событие, встречу праведного Симеона с Господом нашим, спасителем мира. Господь, носимый на руках Богородицы, явился Симеону, который 300 лет от своего рождения, как говорит церковное предание, священная история, ждал Избавителя мира и своего Избавителя. Потому что он усомнился в словах Господних, в Священном Писании, что Дева примет в очреве и родит Сына. Он понимал, что Дева, сейчас любят называть все, собираются женщины, женаты, от моей бабушки и называют девочки девочки. Это неправда. Слово девочка от слова девства. А девство означает нету опыта супружеского, не искусство мужное. Поэтому рожает жена. Дева же не рожает, так как имеет девство. И вот он усомнился, что как может родить Дева. Рожает жена. И он взял, так как он был переводчиком Священного Писания, взял скальпель, инструмент, скоплел с папируса слова Дева и написал жена. Он хотел это сделать, но ангел Господний запретил ему и сказал, что так как ты усомнился в Священном Писании, то будешь жить до тех пор, пока не увидишь этого Спасителя, мира, Христа, Бога нашего. И он жил, все люди жили, и так много, как мы знаем, после потопа люди стали жить не по тысячу лет, по восемьсот, а стали жить не более ста двадцати лет. И мы видим, действительно, люди бывают и жевают на ста лет. Помню, я знал, человека 114 лет его было, то есть не более ста двадцати лет. А так пророк Давид говорит в жизни человечестве 70 лет, а счастливых 80, при многих трудах и болезнях. И вот он же жил триста лет, Господь дал ему такую, ну или благодать, или так скажем, силы. И он, конечно же, скорбел, так как эта жизнь не такая уж и радостная, сколько видно грехов. Как с каждым веком люди все больше и больше отходят от Бога, живут в праздности, в мире. Мы знаем, наши отцы, а тем более деды, жили в строгости, в благоговении. А сейчас, как говорится, такое время, что не то, что древние отцы жили. Поэтому каждый век он все время слабее и слабее. Жить триста лет – это скорбно. И вот когда он все-таки имел веру и ждал Спасителя, увидел Спасителя, но когда на руках Богородицы, он сказал такие замечательные слова. «Ныне отпущаешь и арабатывая, но Владыка, по глаголу Твоему с миром. Яковидество, отчество, спасение Твоей же уготованности при лице всех людей. Свет в откровении языков и славу людей Твоих, Израиле». И вот этот свет, который он видел, потому что Бог есть свет. А когда мы ходим в отне, то мы можем споткнуться, как говорит Священное Писание. Когда же мы идем во свете, то мы видим и путь, видим истину Христа, которая является для нас животом вечным, жизнью во спасение. Поэтому сегодня ради вот этого света, который увидел праведный Симеон, мы освещаем свечи. Свечи являются символом того Божественного Света, той радости, которую возобил Симеон. Но мы знаем, что каждый человек должен иметь послушание. Послушание – это великая сила. Без послушания нет смысла в подвигах поста, других добродетелях, молитвах. Потому что если нет послушания, это как ключ в дверь. Как помните, сказка «Золотой ключик». Но это земное богатство, а здесь божественный ключ к познанию истины. Без послушания Богу, без послушания Церкви, без послушания своим руководителям, правителям и прежде всего родителям, с чего начинается жизнь каждого человека, невозможна нормальная жизнь. И поэтому Симеон имел послушание от Бога, переводить в Священное Писание, он же нарушил послушание. И поэтому подключил и тенью до конца своей жизни, пока не встретил Христа. Но у каждого свое послушание мы можем исполнять его достойно, слушаясь родителей, живя достойно в браке, слушаясь родителей. А главное, конечно, жить церковной жизнью, духовной, праведной и спасаться. А все мы призваны к тому, чтобы встретить Господа нашего Иисуса Христа, иметь Его в сердце. Потому что Господь стучится к нам в сердце и хочет обитель у нас сделать и жить в нашем сердце. Светить там и просвещать всякого человека, ведущего в мир. Поэтому мы должны жить духовной жизнью, должны призывать Господа в молитве, исполнять заповеди Божии и жить в Богообщении. Это наше призвание, наше послушание, это наш крест. Если же мы общаемся в своих помыслах, написаниях, крутим эти помыслы, живем праздную жизнью, то, конечно же, никакого спасения не будет. Нам надо совлечься в ветхого человека, жить в скромной, благочестивой, христианской жизни. Сегодня также мы вспоминаем праведного Симеона и Анну Пророчицу, тех Божьих людей, которые участвовали в этом празднике. Когда Симеония сказал несколько слов, он был божим праведным, имел благодать Божию. И поэтому, хоть и, как говорится, согрешил, но достойно понес эту эпитемию, долголетие, и встретил Христа, взял его на свои объятия, на свои руки, и, возрадовавшись, сказал нам такую Божию молитву, которую я только что говорил, ныне отпущаешь. Праведная же Анна, пророчица, тоже пророчествовала о Христе, увидев его, она получила эту благодать от Бога, потому что прибежала к храму Господнюю. Была более 80 лет, после своего кратковременного замужества, ходила каждый день в храм, утром и вечером, трудилась и в течение сегодня в храме, и прибежала к Богу, в церкви, и заменивалась в делу своего спасения. Хочется в этой жизни, конечно, порадоваться, повеселиться, пожить на себя. Это, вроде бы, естественная вещь, но жизнь в радости будет в Царстве Небесном. Жизнь скорбью будет в аду. Здесь же надо нести свой преск, надо нести подвиги, послушания, надо тратить каждую минутку на дело своего спасения, спасения ближнего, за добрые дела. Поэтому эта жизнь дала не только техи дана, а донесение своего креста. Конечно, нам надо и отдохнуть, поспать, можно где-то отвлечься, расслабиться. Но чем больше человек придает себя из своих действий, делу спасения своей души и ближнего, славит Бога, благодарит Бога, то такой человек, конечно же, не потеряет мнение, подобенится Царству Небесному. Поэтому пример Анны Пророчицы для нас очень добрый, очень полезный, и нас вразумляет, подрив на подвиги, потому что хочется прожить эту жизнь не зря, не праздно, а сподобиться Царству Небесному. Поэтому будем подражать святым, будем ходить во свете, и во свете Божьем мы видим свет. Царство Небесное спасется. Сегодня мы освещали свечи. Еще также хотелось бы рассказать, что сегодня День православной молодежи. Поэтому не случайно у нас в ипархии здесь, в лагере, собирается молодежь православная в нашей ипархии, со всех уголков, из Тернея и даже Сангу приезжают дети, с Пластуна, с Каменки, с Кавалерова, с Домигорска, с Чугуевки, отовсюду, с Арсеньева. И вот в этом году каждый год приезжают дети уже несколько лет, 6, наверное. И вот в этом году уже 88 детей приехало, это, наверное, самое большое количество. Вместе с отростком более 100 человек. Они где-то 3-4 дня находятся в Адере-Салюке, недалеко. Мы активно проводим разные мероприятия. Вот вчера прилетел их из Москвы, самолеты на все, и потом уже были дети, мы встречались. Очень известные были мероприятия. Они тоже насыщенные жизнью, они, конечно, устают сильно, физически и душевно. Но зато получают радость совместного общения друг с другом. И как итог, конечно, это светильский праздник, общение с Богом. Так что, правда, жалко, некоторые из них приехали. Но сейчас вот мы все, ну, причастились, большинство, предложим все к Христу, послушаем молитвы. И всех прихожан приглашаем на папинец храма, на ступеньки. Там дети у нас устроят такой кратковременный концерт, несколько минут, делаем общую фотографию нашей молодежи, прихожане. Так что всех прихожан, прихожан, и, конечно, детей приглашаем на папинец храма. После храма, там мы, так скажем, совершим этот день церковную службу на совместном празднике. У нас также для детей, молодежи всего города также проводится праздник в Средине Господня, в Срединский Бал. Так что всех вас поздравляю с этим великим праздником, будем сябывать с днем православной молодежи. Спасибо, Господи. Потому что наша молодежь, это наше будущее. Хотелось бы, чтобы она не потеряла себя для вечности, и не только жила для себя, как это сейчас, плотно, а жила для Бога, для Царства Небесной, для нашей страны, являлся плотно нашей страны и употребляла наши семьи, создавала добрые семьи, и чтобы каждый из них спасал свою душу и не потерял свое для Царства Небесной. Всех вас поздравляю с праздником. Причастники высушенных благодарственных молитвов по всевозможным очищениям, славы для Бога, славы для Бога, славы для Бога.